всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале многие из вас просили снять роллы я решила заказать свой любимый сет где мои любимые спайсы с креветкой филадельфия в общем все то что я так сильно люблю и давайте приступим некоторые спрашивали в комментариях почему я заказываю одни и те же роллы на постоянной основе могу сказать вам честно я не особый любитель экспериментов я пробовала заказывать в разных суши доставках рекламы которых я например видела вижу там реклама какая-то очень выгодная цена заказываю а приходило что-то невкусное какое-то знаете мало рыбы или еще что-то либо маленькие поэтому в этом плане не люблю эксперименты есть конкретные сеты которые мне нравятся я знаю что это будет вкусно я знаю что это мне понравится недавно я заказала роллы и там внутри был был лук в роллах лук не знаю впервые я такое видела это было совершенно невкусно мне вообще не понравилось вчера девочки я столько смеялась написала мне моя подписчица говорит айка как хорошо что вы есть у меня у мужа есть у моего мужа есть родственники в азербайджане и мы на протяжении долгих лет всегда им отправлялись деньги и последнее время у нас финансовое положение оставляет желать лучшего у нас цены подскочили в два раза и мы им сказали что у нас сейчас не то финансовое положение когда мы можем вам отправлять деньги на что его мама сказала что у нас тоже в два раза подскочили цены и тут она пишет я смотрю твой мукбанг и ты там говоришь что цены не выросли в азербайджане я так смеялась такая зависимость от всего этого я прикрыла чью-то кормушку извиняюсь моя хорошая мы так угорали с моей подписчицы много то очень интересно наблюдать за жизнью в азербайджане мы тоже планируем переехать и так далее вот интернет дает нам возможность узнать информацию из разных точек вселенной я например частенько смотрю американских блогеров мне нравится понаблюдать как они живут какие у них принципы читаю комментарии большинство положительных вообще люди очень позитивно настроены но вообще я благодарна интернету конечно за такие возможности можно выучить разные языки можно не знаю наблюдать за какой-то страной за каким-то блогером сравнивать что-то кто-то писал что цены все-таки подскочили в азербайджане но где-то наверное на процентов может 5 я особо не заметила и сейчас на наоборот я заметила что на некоторые товары немножко цена снизилась просто очень смешная ситуация вообще я в хорошем смысле немножко завидую людям которым кто-то присылает деньги которым как-то помогают и так далее даже те же алименты когда смотришь мужчина добровольно платит алименты платье даже больше чем ему присудили всячески помогает своему ребенку и вообще всегда была в числе тех кому никогда в жизни никто ничем не помог не то что я жалуюсь как бы нет но у меня никогда не было родственников которые живут например где-то в в америке и постоянно присылают мне деньги вот такого точно не было или например среди одногруппниц девчонки например встречаются с парнем и говорят мне нужны деньги на лазер мне нужны деньги на покраску это то третье десятое и парень просто вытаскивает и дает деньги это переводит на карту во первых я никогда не просила на борт мне всегда было неудобно когда мне что-то делают но иногда не то что белая зависть напишите пожалуйста в комментариях кому дарили машины айфоны как вы это делаете откуда вкусные роллы обалденные просто то ли я соскучилась по роллам то ли действительно они очень вкусные когда долго не ешь роллы прям так резко такой знаете кайф последний раз я кушала самодельные роллы то что делала мама не могу сказать что сильно отличаются вкус то что делала мама тоже было очень вкусно и даже рыбки на филадельфии было гораздо больше но все эти ингредиенты если не покупать опытом покупать в магазинах получается так же как и покупать нори дорогой филадельфия как подскочила после коронавируса так что вообще морепродукты у нас дорого всегда было дорого смотрю на себя в кадре и мне вообще не нравится освещение дело в том что пасмурная погода когда нету солнышка не получается добиться хорошего яркого кадра я решила поинтересоваться и купить себе искусственное освещение вчера заглянула просто освещение просто освещение профессиональное стоит тысячу долларов прикиньте когда я смотрю на все это со стороны например те же наши каналы которые производят контент это сколько денег потрачено на оборудование на работников тратится в детстве когда я смотрела телевизор я всегда думала вот всех людей так раздражает реклама зачем нужна эта реклама мы с братом сидели и смотрели один дома это прям наш любимый был фильм я совсем мелкая была а брат угорал над одними и теми же шутками каждый новый год как же вкусно я прям так подняла и мне хочется сказать тост дай бог чтобы всегда youtube был даже если без монетизации даже если без бабок чтобы мы с вами могли посидеть поболтать обсудить все детали моей жизни что как происходит как все двигается кстати некоторые спрашивали что там у меня с отношениями ну что мы двигаемся вперед или нет как вы думаете нет конечно мы стоим на месте и буксуем еще наверное лет пять будем буксовать ну да ладно сейчас в связи с последними ситуациями я как бы особо даже не открываю эти темы не запариваюсь я просто смотрю что творится в мире я думаю господи были бы такие проблемы все это мелочи самое главное живы здоровы все отлично не в коем случае не в плохом смысле когда я смотрю на семьи у них например куча проблем нет своей недвижимости нету стабильного заработка у них уже третий ребенок да например я всегда поражаюсь таким людям я бы так точно бы не хотела даже более скажу я бы ближайшие четыре года детей не хотела но замуж я бы все-таки хотела когда у человека есть финансовая возможность родить третьего ребенка это замечательно например как у моего брата он вообще очень умный продуманный человек я всегда его ставлю в пример у него родился третий ребенок но при этом у него есть финансовая возможность обеспечивать каждого ребенка квартиры всем необходимым когда это так то это круто но обычно как это происходит три ребенка нету никакой финансовой поддержки ничего просто родили пусть будет пусть будет зачем а некоторые на трех не останавливаются у меня вообще свое видение семьи свое видение свадьбы мы с моим парнем даже разговаривали на эту тему ту свадьбу которую хочет он я например не хотела бы то есть он считает что это должен быть супер дорогой ресторан там не знаю 400 гостей я если честно вижу в идеале свою свадьбу на берегу моря там вот такая арка из цветочков только самые близкие вот возможно на яхте как то что то такое но не вот это вот все как у нас принято по традициям было очень вкусно и сейчас на я наелась обожжалась даже скорее на этом все не забывайте ставить лайки и подписываться всех люблю с вами была Айка